Только телесные, но и душевные раны, будучи оставленные без внимания, причиняют смерть. Между тем мы дошли до такого безумия, что, во-первых, очень заботимся, а этими пренебрегаем. И хотя многие телесные раны часто бывают неисцельны, однако мы не отчаиваемся, и слыша часто от врачей, что такую-то болезнь невозможно истребить лекарствами, мы настойчиво просим придумать хотя малое какое-либо облегчение, а о душах, в которых нет никакой неисцельной болезни, так как они не подлежат естественной необходимости, о них так нерадим не отчаиваемся, как будто болезни их чужие для нас. Где самое свойство болезни должно бы повергать нас в безнадежность, там мы, как имеющие большие надежды, заботимся о здоровье. А где нет ничего, почему бы следовало отчаиваться, там, как отчаявшись, отступаем и предаемся беспечности. Настолько-то более мы заботимся о теле, нежели о душе, поэтому и тело сохранить не можем. Ведь то не родит о главном, а всю заботу обращает на низшее, тот разрушает и губит то и другое. А кто соблюдает порядок, охраняя и сберегая главнейшее, тот, хотя бы не заботился о второстепенном, спасает и это через хранение первого, что и Христос объяснил нам словами. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Матфея 10.28 Итак, убедили ли мы тебя, что никогда не должно отчаиваться в душевных болезнях, как бы не из цельных, или нужно предложить еще и другие доказательства? Если бы и тысячу раз отчаивался в самом себе, мы не отчаиваемся тебе никогда, и не допустим сами того, за что осуждаем других, хотя не одно и то же отчаиваться кому-либо в себе самом или другому в нем, потому что отчаивающийся в другом может скоро получить прощение, а отчаивающийся в самом себе никогда. Почему? Потому что тот не властен настроение и раскаяние другого, а этот один властен над самим собою. И однако при всем том мы не будем отчаиваться в тебе, хотя бы ты сам тысячу раз подвергся этому, потому что, может быть, и произойдет возврат добродетели и возобновлению прежней жизни. Выслушай же и следующее. Ниневитяне, услышав сильную и ясную угрозу пророка, еще сорок дней и Ниневия будет разрушена. Иона 3.4 И после этого не упали духом. И хотя не были уверены, что умолят Бога, а скорее могли опасаться противного по поводу пророчества, ибо оно произнесено было не с каким-нибудь огорчением, но как прямое определение, при всем этом оказали раскаяние и говорили, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела, и что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона 3.9.10 Если же люди варварские и непросвещенные могли быть столь благоразумными, то гораздо более должно поступать так нам, которые научены божественным догматом, и видели великое множество таких примеров и в словах, и в делах. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Исаия 55.8.9 «Если часто, и мы провинившийся слуг, когда они обещают исправиться, принимаем и опять удостаиваем прежнюю честь, а нередко оказываем им еще больше доверия, то гораздо более Бог. Ведь если бы Он создал нас для того, чтобы наказывать, то справедливо бы ты сомневался и отчаивался в своем спасении. Но если Он сотворил нас по единой только благости для того, чтобы мы наслаждались вечными благами, и к этому устрояет и направляет все от первого дня до настоящего времени, то что побуждает нас предаваться сомнению? То ли, что мы сильно прогневали Его, как никто другой из людей, но потому-то особенно и должно отстать от настоящих дел и раскаяться прежних, и показать большую перемену, ибо не столько могут раздражать Его, соделанные нами однажды грехи, сколько нежелание перемениться. Грешить еще свойственно человеку, но кайснеть во грехах, это уже не человеческое, а вполне сатанинское дело. Смотри, как и через пророка Бог порицает, последнее больше первого. Она ходила на всякую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. Иеремия 3, 6, 7. И в другом месте опять желаю показать, сколь великое Он имел попечение о нашем спасении. Лишь только услышал, что израильтяне после многих беззаконий обещали идти правым путем, сказал, «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать заповеди Мои в оси дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Второзаконие 5, 29. И Моисей, обращаясь к ним, сказал, «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, и от всей души твоей». Второзаконие 10, 12. Итак, «Тот, кто ищет быть любимым нами и для этого делает все, кто не пощадил даже единородного для нашей любви и почитает вожделенным, чтобы мы, когда бы то ни было, примирели с ним, как не примет и не полюбит кающихся. Послушай, что он говорит через пророка, «Исповедуй грехи твои, и будешь помилован». Исайя 43, 26. «Этого не требует он от нас для того, чтобы любовь наша к нему была сильной. Когда любящий, получив множество оскорблений от любимых, не погасит себе любви, тогда он, если и старается обнаружить эти оскорбления, то ни для чего иного, как для того, чтобы показать всю силу своей любви, склонить их к большей и сильнейшей любви. Если же исповедание грехов доставляет такое утешение, то гораздо более очищение их делами. Если бы было не так, но однажды совратившимся с прямого пути Бог препятствовал возвратиться к прежнему, то никто, может быть, кроме немногих и весьма малочисленных, не вошел бы в Царство Небесное. А теперь встретим особенно прославленных и среди тех, которые подвергались этим падениям, ибо показавшие большую силу во зле покажут такую же в добре, сознавая, какими долгами они обременили себя, что и Христос изъяснил, когда сказал Симону о жене. И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Лука, 7 глава, 44-48 стихи. «Посему и дьявол, зная, что сделавшие много зла, когда начнут каяться, делают это с великой ревностью, как сознающие свои согрешения, опасаются и боятся, чтобы они не начали этого дела. Потому что, начав его, они бывают уже неудержимы и, воспламенившись покаянием, как бы огнем, соделывают свои души чище чистого золота, увлекаемые совестью и воспоминанием о прежних грехах, как бы сильным ветром в пристань добродетели. И в этом-то их преимущество перед теми, которые никогда не падали. То есть они проявляют сильнейшую ревность, если только, как я сказал, положат начало. Аминь». Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова